Среди казахстанцев растет популярность наличных денег. Такой вывод сделали в Ассоциации финансистов. За эти полгода спрос на купюры вырос на 11%. В чем причина, узнавал Нуар Мангельзинов. За первое полугодие казахстанцы изъяли из банкоматов почти 12 триллионов тенге. Тогда как за аналогичный период 2023 этот показатель составлял более 10 триллионов. Тенденцию роста финансисты связывают с тем, что некоторые предприниматели избегают оплату онлайн, чтобы уйти от налогов. Дело в том, что очень сложно через банк, через приложение платить эти все разные розничные и другие налоги. И затем очень легко можно попасть на какие-то дополнительные вещи. Авансирование, когда налоговая говорит, заплатите пожалуйста вперед и так далее. Тут есть определенные недоверия бизнеса к государству. Но и государство не всегда верит бизнесу. Бизнесмены в этом году обязаны сдать декларацию. Сделать это нужно до 15 сентября. Не сдавшим на первый раз предупреждения. В последующем грозит штраф в 15 МРП. По данным нашего опроса оплатить наличкой просят в основном мелкие предприниматели. Ну это в основном на базарах. В магазинах-то везде принимают. А в основном на базарах надо именно наличку. Поэтому наличка тоже имеется. А были ли случаи, когда вы хотели безналичную оплату произвести, а с вас просили наличку? Нет, такого не было. Ни разу. В некоторых магазинах, если поселковые, там не принимают именно переводы. Количество переводов в начале этого года заметно сократилось. Согласно заявлениям главы Национального банка, еще в январе снижение составило 30%. Между тем спрос на наличку вырос. В среднем на одного казахстанца в первом полугодии приходилось около 200 тысяч тенге. Ануар Амальдинов, Влад Шишко, Информбюро.